Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодняшняя наша лекция по травматологу-артипедии посвящена травмам плечевого пояса, а именно переломам костей лопатки и ключицы. Кратко об анатомии. Лопатка-кость, обеспечивающая соединение плечевой кости с ключицей. У человека эта кость имеет треугольную плоскую форму с тремя углами и похожа на инструмент труда человека – лопату, что и определило ее название. У лопатки есть тело, клювовидный отросток, кость лопатки, которая переходит в акромиальный отросток. Шейка и на самой наружной части лопатки есть суставная впадина лопатки, кленоидальная впадина лопатки, похожая на форме на блюдце. Это суставная впадина вместе с оголовкой плечевой кости образует плечевой сустав. На рисунке слева видите лопатку сзади, где имеется тело, наружная справа окромен, шейка лопатки и другие данные. Вид спереди, также видите тело, окромен, соединение окроменного конца куличицы с окроменом, между ними растянутые связки. Вот слева от нас, значит, впадина лопатки, которые соединяются с оголовкой плечевой кости. Причины возникновения переломов лопатки Перелом лопатки может возникнуть в результате падения на спину, на плечо, прямого удара по спине. Очень редко встречаются и переломы лопатки, возникающие в результате сильного падения на руку, локоть. Чаще при этом возникают переломы и выдохы плечевой кости, косты предплечья, переломы и выдохы ключицы. Но если в этой цепи самым слабым местом окажется лопатка, то не исключен ее перелом. Клинистские признаки или симптомы. Они следующие. Смещение плеча к переду и вниз, неспособность больного поднять руку из-за боли, ощущение хруста, криптации при попытке поднять руку вверх, деформация или неровность в области лопатки. Симптом Камоли. На рисунке видите поперечный перелом тела лопатки. Слева от нас прямой проекции, справа боковая проекция. Диагноз устанавливается на основе сфора анамнеза. Выясняем, как, каким образом получил травму больной на основе клинистских симптомов и на основе рентгенограммы. Сначала выполняют рентгенограмму в традиционной переднезадной проекции. Затем, если возникает необходимость, уточнить характер перелома. Могут понадобиться рентгенограммы в других проекциях. Компьютерно-томографические исследования назначаются при сложном, многооскользком переломе тела лопатки, чтобы представить себе положение костных отломков лопатки. Вот на рисунке видите изображение на компьютерных томографиях переломов тела лопатки. Доврачебная помощь. Доврачебная помощь начинается с обезболивания, фиксации поврежденной руки к туловищу косинкой. Обязательно нужно вложить небольшой валик в области подмышки. Вызывать скорую помощь. Применять аналгетики. При этом важно сообщить медикам, врачам скорой помощи о введении лекарства. Плечо и предплечье прибинтовывают к туловищу, дальше больного транспортируют в лечебные учреждения. Восстановительные процедуры. Перелом лопатки вылечить повязкой не получится. Необходимо пройти курс реабилитации. Он заключается в таких этапах. Гимнастика для пальцев в руки спустя 2 дня после травмирования. Гимнастика для лучезапясного локтевого, плечевого суставов через 7 дней. Магнитотерапия. Период гипсовой иммобилизации. Электрофорез в процессе лечения. Теплые ванны массаж через 2-3 недели. Под завершение цикла процедур и упражнений делает повторный снимок. Полная трудоспособность возвращается через 4-5 недель после травмы. Перелом куличицы. Анатомические данные о куличице. Куличица небольшая, S-образная, изогнутая, трубчатая кость, которая одним концом соединяется с грудиной, грудинно-куличичный сустав, а вторым концом с акромиалным отростом лопатки, акромиално-куличичный сустав. У куличицы имеется акромиалный конец, суставной конец и грудинный конец, суставный конец. Середина называется тело или диафиз куличицы и передние и задние края куличицы. Причины возникновения перелома. Типичная причина перелома куличицы – травма, прямой удар или падение на руку или на латеральную поверхность плечевого сустава. Перелом куличицы – частая травма у детей и спортсменов. Многие новорожденные появляются на свет сломанной во время прохождения по родовым путям куличицей. Максимальную прочность куличицы набирает к 20 годам. Иногда переломы могут сочетаться с его вывихами. Вывихы куличицы встречаются достаточно часто и составляют около 5% от общего числа вывихов. Вывих куличицы возникает в результате непрямой травмы – падения на плечо или на отведенную руку. Реже причиной вывиха становится резкое сжатие область над плечей в попережном направлении. Вывих куличицы может произойти как в окромиальной части, так и в месте ее сочленения с грудиной. в грудинно-куличичном сочленении. Наблюдается боль, отек, увеличение выстояния куличицы вместо вывиха. представлено на рисунках механизм травмы вверху слева, схематические объяснения привыдие на пzęсем. При вывихе возникновение GOC куличищно-куловидной связки. Внизу слева симптоматика клинистых симптомов при вывихе с окроми peleоного конца куличицы. Внизу справа представлены рисунки, и объясняющие подвывах акромелно-кулищичным сочленениям приведение ребенка за руку родителями. Клинические симптомы перелома ключицы. При осмотре обращают на себя внимание то, что больной поддерживает локоть и предплечье второй рукой. На стороне перелома рука приведена и опущена. Ключица деформирована. В области перелома заметна припухлость, иногда гематома. Надключичная ямка соглажена. Голова наклонена в сторону перелома. При палпации обнаруживается резкая локальная боль – отек тканей. На рисунках видно слева рентгенограмма ключицы. Средний третий перелом осколчатый. Средний осколок находится в вертикальном положении. Очень неблагоприятные смещения. Справа рисунок, объясняющий смещение переломов ключицы. Латеральный отлом ключицы смешается вниз. Центральный отлом смешается кверху. Здесь имеет значение сокращение прикрепляемых мышц к медиальной части ключицы, а именно мускулостерна клеодомасте деус. Можно палпаторно прошупать отломки и их смешение. При сжатой надплечья внутрь и передвижениях по плечевому суставу резко возрастает боль в опусте перелома ключицы. Рентгенологически уточняется место и характер перелома ключицы, степень смешения отломков. Консервативные лечения. При консервативном лечении проводят иммобилизацию, то есть обездвиживают руку на несколько недель. Как правило, на 3-7 недель за их смешение перелома и возраста пациента. Консервативное лечение проводят у больных без смешения отломков, а у детей с подно-косночными переломами. Когда нет смешения по ширине, а имеется допустимое угловое смешение костных отломков. Варианты иммобилизации слева косиночной повязкой, справа к колцам и дельбе оттягивают перечью в сторону и к сзади. Хирургическое лечение переломов ключицы. Операция, которую выполняют при переломах ключицы, называется остеосинтезом. В ходе этой операции устраняют смешение отломков и скрепляют кость металлической конструкцией, выбор которой определяется характером перелома. Аберативное лечение показано детям лишь при угрозе перфорации кожи отломков, травмы сосудно-нервного пучка и интерпозиции мягкой ткани. Общие принципы остеосинтеза при переломах ключицы следующие. Внутрикосный остеосинтез при переломах ключицы. Поло-овалный разрез кожи проводят по нижнему краю ключицы на протяжении 6-10 см с центром над областью перелома. Рассекают кожу, подкожную жировую клетчатку, надкостницу, последнюю отслаивают от костей на протяжении до 2 см в медиальную и латеральную сторону. После выведения костных фрагментов в операционную рану, образуют канал перифейского отломка, вводят спицу Киршнера или спицу Бека. Проводят этот спицу через акромиальный конец за кожу. Отломка сопоставляет спицу, проводят ретроградно. Вот канал, который образовался в центральном фрагменте. Свободные костные отломки укладывают на место и фиксируют нитью или кеткотовой нитью с ключицы. Надкостницу ушивают, накладывают узловые швы, послойные швы на кожу, делают асептическую наклейку. После оперативного вмешательства, конечно, сфиксируют задние гипсовые лангеты. На рисунке представлен остеосинтез крючкообразной пластины при переломах вывыха окромиального конца ключицы. Остеосинтез пластины ЛСП при переломах диафиза ключицы. Накостный остеосинтез при переломах ключицы. Рассекают кожу, подкожные жировые клетчатку, надкостницу, устраняют интерпонированные мягкие ткани. Медиальный и латеральный фрагмент ключицы мобилизуют на протяжении 2-3 см. После сопоставления отломков, производят их фиксацию металлической пластины, размешаемой по передней или верхней поверхности ключицы. Надежным фиксатором при переломах ключицы служат динамические компрессионные пластины 3,5 и 2,7 мм. Свободные фрагменты могут быть подфиксированы отдельными винтами или за счет их локализации под пластиной. После выполнения гемостаза к области остеосинтеза подводят тренажную трубку, послойные швы, внешняя иммобилизация не требуется. Пластину удалять через 5-6 месяцев после полной консолидации перелома и полной фиксации и полной функциональной реабилитации ребенка. Демонстрируется слева остеосинтез блокируемый штифтом справа аппаратом внешней фиксации. Восстановление после перелома. Цель восстановления после операции, после перелома назначается физиотерапия, массаж, электрофорез, упражнения для восстановления функции руки. Спасибо за внимание.